Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на своем канале. Город Харьков на связи. С вами ваш Александр. По вашим долгожданным просьбам выхожу с вами на связь. Рассказать, как реальная обстановка в городе Харькове. Что нового, что интересного. Как мы здесь живем, а точнее выживаем. Ребят, не забудьте поставить лайк под этим видео в поддержку коренного жителя города Харькова. Подписаться на канал, написать свой комментарий по этому поводу любой. И поделиться видео с друзьями и знакомыми. Сделайте максимальный репост. Люди должны знать правду. Наверняка вас, ребят, интересует обстановка по прилетам в самом городе Харькове. Ребят, обстановка по прилетам следующим образом состоит. Вчера были прилеты, вы наверняка все это помните. Как мы соблюдали правила двух стен. Сидел я в коридоре. Были сильнейшие прилеты, что аж хата ходором ходила. Сегодня, ни ночью, ни с утра, ни днем, ребятки, я прилетов не слышал. Не слышал пока. Я не слышал прилетов в самом городе Харькове, слава богу. Но проснулся я, ребят, сегодня от того, что свет то включится, побудет какое-то время выключиться. То включится, побудет какое-то время выключиться. Какие-то или перепады напряжения, либо же это просто выключали свет ненадолго, потом включали. Напишите в комментариях, у вас вообще, ребятки, свет есть или нет. Почему? Потому что вчера, после вчерашних прилетов, писали, что у кого-то пропал свет. Вода есть пока, ребятки. Свет на данный момент тоже есть. Но вот такие вот с ним проблемы. То включается, то выключается. Не забываем, ребятки, заходить на нашу вечернюю прямую трансляцию. Всех буду ждать. Также не забываем поддерживать донатом. Карточки Privat, Monobank, Paypal и мультивалютная ссылка для донатов в закрепленном комментарии под видео. Донаты можно кидать с любой страны в любой валюте. Денежки собираем на лечение мамы, на корм животным, на бензин для инвертора и на лечение кота в шариках. Всем огромное спасибо за то, что вы со мной, ребятки. И сейчас покажу, как у нас здесь обстановочка, чем мы занимаемся. То же произошло, конечно. Досмотрите обязательно видео от начала до конца, ребят. Смотрите, ребятки, со мной спит подруга дней моих суровых. Укрытая под одеялком. Бумба зеврена. Ребятки, что-то с шариком произошло. Во-первых, то, что он кашляет. Во-вторых, он вчера прибежал. Такой именно переляканный. Именно переляканный кот. Прямо какая-то жесть, я не знаю. Или кто-то его обижал. Или, может, кто-то его убил. Или что-то еще. Шарик. Расскажи мне. Тушенку отказываются есть. Ест один раз в день. Может, какую-то косточку сел. Может, какую-то отраву. Ну, мне кажется, что кто-то мог его все-таки ударить. Да, Шарик? А ну, покажи шейку. Какой-то он, кто знаете, бегает, играется. А это что-то вообще. Никакущий. Просто никакущий. И в комнате сидел. Вот знаете, вот забежал, как переляканный. И сидит в комнате. И боится каждого шороха. Может, прилет был. Какой-то взрыв. Нет, сидит никакой. Не ест, не хочет. Ни тушенку, ничего. Я уже другую ему покупал. Давал, тоже не хочет. Расстроенный Шарик, да? Кто-то обижал тебя. Мужик, вот, какой-то тебя сильно побил. Мне кажется, что это человеческих рук дело. Кого-то очень много ума. Или, наоборот, очень мало. Обижать животных. Опять тревога включилась. Зевсунечка, доброе утро. Тебя хоть никто не обижал. То Шарик бедненький и кушать отказывается. Ты бульменя, да? Там же бегает Шарик. Ребята, и за двором. И по другим дворам. Мог кто-то лесносака ему взвесить. Или что-то еще. Люди разные бывают. Неадекватные. Они не понимают, что это маленькое животное. И что оно тоже много чего не понимает. Это же не человек. Скажи Зевсунь. Вот такая, ребятки, погодка у нас сегодня. Бесплатное наше море. Посмотрите, какая красота. Просто сногсшибательная. Как красиво. Так, ребятки. Вот и настал тот день, когда я буду распечатывать печень трески. Нам подписчик присылал. Братское сердце, огромное спасибо. Одну баночку сейчас распечатаю. Попробую сам. И маме одну баночку тоже распечатаю. Дам, чтобы она выздоравливала. Что я приболел. Что мама. Надо как-то сил набираться. Открывал, открывал, ребятки. И отломал эту открывашечку. Жирочек такой сразу вытекает. Маслечко. Сейчас, ребят, буду как-то по-другому. Ложкой можно попробовать открыть. Вот, ребятушки, распаковка. Ничего себе. Посмотрите, какая огромная печень. Такое впечатление, что она как куриная, ребят. Даже больше. Как фуа-гра, наверное, целая. Я никогда ее не ел. Первый раз в жизни буду пробовать, ребят. Ты что, ты что? Гляньте, какая большущая. Вкусная, наверное. Это вообще, говорят, что это деликатес. Сейчас сравним с красной или черной икрой. Так, ну что, ребятушки, мои хорошие. Это не то, что, конечно, вы хотели. Вы бы хотели наверняка, чтобы я съел на моем канале Сюрт-Стрюминг. Но это, ребятушки, печень трески. Вот такая баночка. Сейчас вам с другой стороны покажу. Я ее открыл. Поддел. Все открылось. Все четенько. Так, ребятки, куски просто огромные, ребят. Сейчас покажу вам. Ну, я не вам уже показывал, наверное. Сейчас давайте кусочек хлебушка. Я так понял, что она жирненькая. Первый раз в своей жизни, ребят. Первый раз в своей жизни я пробую печень трески, ребят. Ого, она огромная. Ты что, ты что? Она здоровая, ребят. Это я только кусочек вот отломал. Представляете, каких она размеров? Пахнет очень хорошо. Очень хорошо. Свежей, хорошей рыбкой, ребят. Ну, я слышал, когда-то смотрел, слюной прямо схожусь. И люди говорили, что это деликатес. Что это сравнимо с черной, с красной икрой. Поэтому, я думаю, светские львицы сегодня не просто будут топотать своими копытами, лабутенами и бежать по улице хотеть попробовать этот деликатес. А, наверное, они будут даже на самолетах подлетать, либо же на вертолетах. Поэтому коты, которые по периметру выставлены вокруг моего дома, дома с луками и арбалетами, спасут ситуацию. Плюс зевс, если что, сбитая, она поготовит. Ну, что, ребятки? Распаковка! Дегустейшн! Ты что, ты что, я в предвкушении. Пробуем, ребятки. Она больше, чем куриная печенка по размерам. Это ж какая рыба здоровая. Большая, ребят? Напишите, с какой вес этой рыбы. Дегустейшн! Погнали! Я в предвкушении гастрономического оргазма. Блин, она такая необычная. Она реально необычная. Я привык всегда, ребят, печенка. Это, ты ее ешь, она рассыпается во рту. И такая, как знаете, как какие-то, ну такая она что ли, крахмалистая какая-то, я не знаю. Рассыпчатая. Здесь, я не знаю, что она, то ли молоки напоминает с рыбы, то ли что. Но она такая и мягкая, но нету вот этого, что она сыпется прям, знаете, рассыпается. Вкус обалденный. А ну давайте еще небольшой кусочек. Блин, насколько она нежная. Это даже не поймешь, рыба, мясо. Блин, я не знаю, но я реально первый раз в жизни пробую. Я в шоке. Я не могу сказать даже на что она похожа. На какой-то морской деликатес. Какой-то морской деликатес. Какие-то, я не знаю, мидии, осьминоги, что-то вот прям, прям ты шо, ты шо. Очень вкусно, ребят, очень вкусно. Огромное спасибо человеку, который нам присылал это. Бондики, братское сердце. Сэнкиусу, мать тебе от души, от чистого сердца. А кто ребятушки хочет поддержать, прислать посылочку. Под видео в описании есть Укрпочта, новая почта, куда вы можете присылать посылочки. Обязательно сниму распаковку, продегустирую и поблагодарю вас от души. Спасибо огромное всем, ребят. Всем приятного аппетита и гастрономического оргазма. А я пошел проверю, светские львицы не прорвались. Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии, подписывайтесь на инстаграм, тикток, телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, Залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду таксикул21, вашу тачку. А сага будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко, до новых встреч.